Все мы хотим знать будущее. Какое время и технологии нас ждут? Когда закончится дефицит? Что будет с криптовалютой? Мы обнаружим жизнь на Марсе? Конечно, точного ответа на эти вопросы не знает даже мужик с машиной времени, но при этом лидеры IT-компаний постоянно делали и делают прогнозы на будущее. Какие-то из них попадают прям в точку, а какие-то вызывают лишь улыбку. Однако понимание того, как видели будущее раньше, помогает нам лучше анализировать настоящее. Но сначала интересный факт из нашего настоящего. Каждые 40 секунд в мире происходит хакерская атака, и даже большие бюджеты не гарантируют полную безопасность. Так происходит, потому что и люди, и корпорации пытаются бороться с хакерами в одиночку. Но вместе мы можем превзойти количество хакеров и создать глобальную базу репутаций IP-адресов. Если вы работаете на Linux или FreeBSD, установите бесплатное опенсорсное ПО CrowdSec для защиты от всех типов атак. CrowdSec анализирует поведение угроз и мгновенно нейтрализует вредоносные сценарии, при этом обмениваясь сигналами со всеми пользователями. Чем больше данных собирает CrowdSec, тем надежней он становится. Это современная альтернатива fail-to-ban и коллективный иммунитет для интернета. Программу сможет установить даже начинающий сисадмин. Давайте вместе сделаем интернет безопасней. Узнайте подробнее о CrowdSec по ссылке в описании. 640 килобайт памяти хватит всем. Вы, наверное, слышали эту фразу. Ее приписывают Биллу Гейтсу. Прозвучала она в начале 80-х, когда только-только появился MS-DOS, а первый процессор Intel 8086 как раз мог адресовать только 640 килобайт ОЗУ. И знаете, по тем временам это были просто колоссальные объемы. Это, как сейчас, 2 терабайта. Конечно, в 21 году это изречение звучит смешно, умные чайники имеют больше памяти. Но знаете, что интересно? Билл Гейтс эту фразу не говорил. Он сам об этом не раз рассказывал, да и доказательств никаких нет. А вот дальнейшее изречение абсолютная правда. Приятного аппетита. В 1999 году тогда еще действующий президент Майкрософт написал интересную книгу «Бизнес со скоростью мысли», в которой он сделал несколько смелых заявлений об IT в будущем. Не все они сбылись, но в одном он попал прямо в точку. Речь идет о умной рекламе. Он прямо так и писал «Устройства будут выдавать умную рекламу, они будут знать покупательские тенденции и будут отображать рекламные объявления, которые соответствуют вашим предпочтениям». Тогда, еще в прошлом тысячелетии, это казалось просто удивительным. 20 лет назад интернет был далеко не у всех, и большинство страниц были свободны от всяких баннеров с рекламой и всплывающих окон. Чего, увы, не получится сказать про наше время. Сайты полны рекламы, ее встраивают в видео и даже аудио. К тому же многие уже привыкли, что стоит загуглить унитаз или даже сказать об этом, и будешь еще долго видеть рекламу фарфоровых друзей. Да, это и есть та самая умная реклама. Правда сейчас она называется иначе. Таргетинговая. И она знает о вас все. При этом, что интересно, все тот же Билл Гейтс с пятью годами позже, уже в 2004 году ошибся насчет спама. Тогда на Всемирном экономическом форуме он заявил, что за пару лет наши почты полностью очистятся от такой рекламной рассылки. С учетом того, что в то время общение через e-mail только набирало популярности и нормальных спам-фильтров не было, его слова восприняли с большим энтузиазмом. Сейчас мы все отлично знаем, как экс-глава Майкрософт ошибался. Сложно встретить человека, кому на почту не сыплются сомнительные предложения, вроде донатов на поддержку Трампа и даже прямые вымогательства денег за якобы взломанный ПК. И хотя современные почтовые сервисы умеют определять такие письма и помещать их в спам, полностью от них избавиться мы не смогли даже спустя 15 лет после обещаний Билла Гейтса. Немало пророческих утверждений изрек и Стив Джобс, который благодаря Apple существенно изменил наше представление о ПК. Разумеется, он как глава крупной компании часто отвечал на вопросы журналистов, в том числе и о нашем будущем. И в далеком 1984 году в интервью журналу Newsweek Стив, по сути, описал компьютерных помощников. Вы станете рассказывать им о себе, и компьютер просто будет хранить всю эту информацию о вас, и, возможно, будет знать, что каждую пятницу днем вы хотите делать что-то особенное, и, возможно, с этими делами вам нужна помощь. Удивительно точное описание работы Сирии или Алисы, не правда? К тому же сделано оно было тогда, когда ПК только-только стали выходить на рынок, а о смартфонах или умных колонках и близко никто не думал. А ведь сейчас мы все больше полагаемся на таких голосовых ассистентов. Мы можем попросить Алису выключить кондиционер, а ассистент Google напоминает нам о походе в магазин или о скором вылете нашего рейса, услужливо прокладывая маршрут до аэропорта. И нужно быть действительно гением, чтобы предсказать все это 35 лет назад. Но, увы, великие тоже ошибаются, и Джобс не был исключением. Он вообще был достаточно резким и прямолинейным человеком, и временами от его утверждений страдало и его детище, Apple. Посудите сами, в 96-м году он сказал очень странную фразу «Компьютерные войны закончились». Это факт, Майкрософт давным-давно победила. Да-да, сооснователь Apple признал победу конкурента. Хотя, надо сказать, тогда главой компании он не был. Из изгнания Стив вернется чуть позже и изменит Apple навсегда. Но именно в 96-м году позиции Майкрософт были сильны как никогда. Компания давила всех конкурентов своей инновационной Windows 95, а Internet Explorer тогда быстро восходил на олимп самых популярных браузеров в мире. Однако я считаю, что в следующие десятилетия мы сможем пользоваться естественным языком, машинным зрением, трехмерной грастикой. И все же Джобс смог вытащить Apple, выпустив цветные iMac с USB и парой годами позже инновационный iPod. Так что сейчас вряд ли кто-то заикнется о смерти купертиновского гиганта. Наоборот, компания продолжает навязывать всему IT-миру свои тренды и временами действительно удивляет, выпуская инновационные продукты типа MacBooks M1. Так что чудеса случаются. Человек, который разуверился в своей собственной компании, смог собраться и вывести ее в лидеры. А вы знаете, кто такой Рэй Курциелл? Скорее всего, многие ответят нет. И это неудивительно. Далеко не все гении находятся в лучах славы. Многие предпочитают тихо работать в тени. Это, пожалуй, один из самых необычных футурологов и отличный инженер, который уже 10 лет работает в Google на руководящей должности. А необычен он тем, что почти все его прогнозы сбывались. В 90-м году Рэй обещал, что спустя 8 лет компьютер окончательно обыграет человека в шахматы. Что ж, он ошибся лишь на год и в лучшую для Скайнет-сторону. В 97-м году суперкомпьютер Deep Blue победил чемпиона мира Гарри Каспарова. Хотя сейчас для этого хватит и обычного смартфона. В 2005-м Курциелл сообщил, что до программ переводчиков в режиме реального времени рукой подать. И он опять оказался прав. Всего через год появился Google Translate, без которого трудно представить современный серфинг в интернете, который давно уже касается не только сайтов на русском или английском языках. Кроме того, Google научился автоматически переводить даже контент на YouTube, такой как субтитры и названия роликов. А вскоре должен появиться автоперевод комментариев. В конце 90-х Рэй пообещал, что через 10 лет мы будем активно отдавать команды компьютерам. Что ж, тут он ошибся всего на пару лет. Как приложение, Siri стала доступна в App Store в 2010-м году, а годом позже была включена ViOS 5. Так что тут получается комбо. Ведь голосовых помощников как раз предсказал и сам глава Apple Стив Джобс, хотя и не указывал на точную дату. Ну и под конец, в 90-м году, Курцвейл сказал, что к 2010-му году обмен информацией в интернете беспроводным способом станет нормой. И опять же он оказался прав. К этому году подавляющее большинство ноутбуков и смартфонов имели встроенный Wi-Fi и Bluetooth, и беспроводные сети и роутеры уже не воспринимались диковинками. А ведь сделано это предсказание было в то время, когда еще интернета-то толком не было. Такая точность кажется даже пугающей. Может Рэй тот самый мужик, который прячет машину времени в гараже? Ответа на этот вопрос у нас нет. А вот кто точно не прячет, так это гендиректор Intel Эндрю Гроув, решивший примерить роль Ванги на выставке Comdex в Лас-Вегасе 18 ноября 1996 года. Он сообщил, что к 2011 году процессоры компании достигнут частот в 10 ГГц. Но, как мы рассказывали в одном из предыдущих роликов, это невозможно. Однако если вспомнить 90-е, когда частоты CPU удваивались чуть ли не раз в год, и шла активная гонка от десятка МГц к ГГц, цифра в 10 ГГц через 15 лет казалась вполне реальной. Хотя надо отметить, два других прогноза, озвученных Эндрю на все том же Comdex, все-таки сбылись. Он также обещал, что через 15 лет процессоры Intel достигнут производительности в 100 тысяч MIPS, то есть 100 тысяч миллионов операций в секунду. И это действительно произошло. Топовые Core i7 первого поколения достигли даже 150 тысяч MIPS. Кроме того, он говорил о миллиарде транзисторов в одном кристалле. Что ж, у этих Core i7 их количество было даже на 20% больше. Что любопытно, противостояние AMD и Intel многие считают достаточно современным. Однако, например, в 93-м году Джерри Сандерс, председатель AMD, считал, что название Intel Pentium лучше подходит для зубной пасты, чем для процессоров. Джон Джорджик, известный американский IT-обозреватель тех лет, был с ним полностью согласен. Одно можно сказать наверняка. Никто не будет называть это Pentium. Знали бы они, насколько ошибаются. Бренд Pentium пережил все. Были и взлеты, когда так называли топовые процессоры, и падения, ведь сейчас это один из самых дешевых представителей линейки Core. Но все еще про эти процессоры помнят и знают абсолютно все. А вот еще несколько интересных высказываний лидеров IT-компаний, которые, как минимум, вызывают улыбку. В 99-м году гендиректор IBM сказал «эпоха ПК закончилась». И в текущих реалиях скорее можно сказать, что эпоха IBM кончилась, а компьютеры живее всех живых. На фоне пандемии коронавируса и удаленной работы их продажи только возросли, так что старые добрые системники и не думают уходить в тень. Хотя, надо сказать, что их давит более мобильная электроника. Ну и под конец просто шедевральная фраза Кена Олсена, основателя американской компьютерной компании DEC, сказанная аж в 1977 году. Сейчас ее мало кто помнит, но 30 лет назад эта компания была популярна благодаря своей линейке компьютеров DPD, которые даже клонировали в СССР. Как же звучала эта фраза? Нет никаких причин, по которым кто-то хотел бы иметь компьютер в своем доме. Да, Кен искренне считал, что ПК были и останутся сугубо рабочими устройствами. Хотя, конечно, сейчас это и близко не так. Есть даже отдельные компьютеры для игр, которые мы называем консолями. Наука — это место для мечтателей. Мы живем с вами в удивительное время, когда все меняется буквально на глазах. Если в 14 веке люди ездили на телегах, то и в 16 они тоже ездили на телегах. У них ничего не менялось. То у нас с вами все буквально летит. И это очень интересно. Золотое время. В описании сообщества. Подписывайтесь и читайте про это время ежедневно. Самые интересные IT-новости мы будем вам доставлять точно и в срок. Ссылочка в описании. Меня зовут Михаил Крошин. Если понравилось, вы знаете, что делать. До скорых встреч. Кстати, проверено. УЗУ с чаем невкусно. УЗУ с чаем невкусно.